Злыми делами нашими питаются демоны и получают силу воевать против нас, а нашим удалением от зла они наполняются алчбою и обессиливают. Уже один рассказ о своем состоянии, искушении, обнаружении перед другими, особенно перед Духовным Отцом, часто является достаточным, чтобы искушение прошло. Духи тьмы боятся света, боятся все своего обнаружения и уходят, когда их козни обнаруживаются перед другими. Вот почему так ценится откровение помыслов старцу в монастырях. Все разумные существа, ангелы и души и демоны от Создателя сотворены суть простыми и не имущими никакого примешения. Что же некоторые из них впали во грех и злобу, сие произошло от свободной их воли, ибо они самопроизвольно отступили от истинного разума. Ежели мы скажем, что они от Творца таковыми созданы, суть, то мы поставим Бога неправедным судьею, когда он ввергает сатану в огонь. Преподобный Макарий Великий Ежели кто, услышавший Слово Божие, будет подвязаться, и все житейские прелести отринет, и сети мирские расторгнет, и все плотские похоти отженет, Тогда, от всего того себя освободивши, утвердяся в Господе, может уразуметь, что есть в сердце его иная брань, иное тайное сопротивление, иная война в мыслях от злых духов, и иной предлежит подвиг. И таков, пребывая в Господе, может получить внутреннюю свободу от сетей и от духов лукавых. Для чего Бог попустил дьяволу искушать нас? Для того, чтобы, опасаясь и ожидая брани его, мы непрестанно бодрствовали и трезвились, и, одерживая победу, умножали венцы. Духовник Маргарит Если бы не было искушающего и утесняющего нас сатаны, то не сделались бы явным, кто усерден, кто не благоискусен и ленив. Святитель Нил Синайский Нужно уметь великую бдительность, потому что не спит враг наш, дьявол. Он древле не зринут из рая, а ныне не допускает восходить на небо. Святитель Иоанн Постник Не столько мы стараемся о своем спасении, сколько дьявола нашей погибели. Дьявол восьмую уже тысячу лет упражняется в искусстве прельщать человеков. Дух злобы нередко и особенно в настоящее время внушает грешнику, не веря в само бытие злых духов, чтобы тем сильнее подчинить его своему пагубному влиянию на него. Дьявол для того и убеждает некоторых думать, что нет гиены, чтобы ввергнуть в гиену. Святитель Иоанн Златоуст Война с дьяволом прекращает другую войну против Бога. Враждуем с дьяволом, это значит примиряемся с Богом. Святитель Иоанн Златоуст Дьявол обвиняет Бога пред людьми, людей пред Богом и людей пред людьми же. Хотя бы что и полезное внушали демоны, и тогда Господь запрещает их слушать. Враг исконный не только шоим пороками, но и десными, самыми добродетелями запинает человека. Враг нашего спасения обыкновенно поступает так, что когда мы живем в беззаконии, то представляет нам грех вещью маловажную, до которой царю неба и земли, по самому величию его, нет будто бы никакого дела. А когда увидит, что мы начинаем каяться во грехах и решаемся разорвать узы страстей, то изображает Бога не милосердным судьею, а грехи наши совершенно неотпустительными. Преосвященный Иннокентий Херсонский До падения нашего в грех демоны представляют нам Бога человеколюбивым, а по падении неумолимым. Святитель Иоанн Лествичник Субтитры создавал DimaTorzok